Добрый день дорогие друзья, в эфире программа Якутск Сегодня за режиссерским пультом Марина Вгородова и Екатерина Горикова у микрофона редактор Серглана Антонова. Сегодня у нас очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право», созданного по инициативе прокуратуры Республики Саха Якутия в целях правового просвещения и правового информирования населения республики. В условиях некоторого ухудшения социально-экономической ситуации в стране особое внимание органы прокуратуры уделяют социально незащищенным категориям населения. Тема сегодняшнего эфира – права и социальные гарантии многодетных семей. Итак, какие права и социальные гарантии есть у многодетных семей? С какими проблемами они могут столкнуться при их реализации? И как защитить их в случае нарушения? Об этом мы говорим сегодня с гостями нашей студии. Итак, это заместитель прокурора города Якутска Дмитрий Янманович Тен. Добрый день. Здравствуйте. Помощник прокурора города Якутска Мария Вячеславовна Неустроева. Здравствуйте. Здравствуйте. И заместитель руководителя Управления социальной защиты труда и населения города Якутска при Министерстве труда и социального развития Республики Саха и Якутия Марта Кеоргиевна Жиркова. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 и 32 11 66. Пожалуйста, звоните и подключайтесь к нашему разговору. Тем более, что тема у нас сегодня действительно интересна. Итак, первый вопрос я хотела бы задать Дмитрию Янмановичу. Какие семьи у нас относятся к категории многодетных и есть ли какие-то особенности у нас в республике? Ну, хотелось бы в первую очередь отметить, что социальная поддержка многодетных семей является одним из приоритетных направлений государственной политики. В Конституции Российской Федерации, а именно в статье 7, закреплена гарантированность защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Также государство обеспечивает всестороннее развитие детей и достойное их воспитание. Основополагающим документом, регламентирующим и предписывающим целенаправленную и адресную политику по социальной поддержке многодетных семей, является указ президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года. На федеральном уровне отсутствует единый критерий определения многодетной семьи. В соответствии с указанным выше указом президента Российской Федерации, регионам предписано самостоятельно определять на местах категории семей, которые относятся к многодетным. В нашей республике, согласно закону Республики Саха-Якутия, о статусе многодетных семей, к таковым относятся семьи, в которых имеется трое и более детей в возрасте до 18 лет, а также до 23 лет, если при условии их обучения в общеобразовательных, профессиональных, высших учебных заведениях по очной форме обучения, а также проходящих военную службу по призыву. Основным документом, который подтверждает статус многодетной семьи, является удостоверение. Порядок его выдачи и наделение статуса многодетной семьи определяется приказом Министерства труда и социальных отношений. Сведения о процедуре оформления его имеются на официальном сайте Министерства труда и социального развития, и также на федеральной государственной системе единого портала государственных и муниципальных услуг. Каким образом обеспечиваются у нас социальные права многодетных семей на территории городов города Якутска и Ижатай? И вообще какие виды социальной поддержки существуют? Давайте вот их перечислим. На территории города Якутска и Ижатая зарегистрировано свыше 10 300 многодетных семей. Основным законом, регулирующим и закрепляющим государственные меры по социальной поддержке многодетных семей является закон Республики Саха-Якутия об охране семьи и материнства, отцовства и детства. С законом и иными нормативными правовыми актами предусматривается реализация прав многодетных семей в виде предоставления различных льгот, выплат, субсидий, предоставления бесплатно различного имущества, в том числе земельных участков. На примерах, в сфере здравоохранения дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Предусматривается единовременное предоставление бесплатных комплектов для новорожденных детей. Многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, обеспечиваются бесплатным питанием для детей в возрасте до 3 лет. Это так называемые молочные кухни. В сфере образования имеются следующие меры. Дети из многодетных семей устраиваются в дошкольные учреждения во внечередном порядке. Предусматривается предоставление ежегодной выплаты многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, выплаты на приобретение школьной, спортивной и иной детской одежды. Хорошо. Действительно, таких льгот и видов социальной поддержки у нас очень много. И в дальнейшем сегодня мы поговорим об этом в нашей передаче. А сейчас я хотела бы обратиться к Марте Георгиевне. В чем отличие регионального материнского капитала и республиканского капитала семья и каковы их размеры? Давайте напомним нашим телезрителям и радиослушателям. Действительно, вот эти два материнского капитала, они отличаются. Это совершенно разные выплаты. Республиканский материнский капитал семья у нас существует с 2011 года. И выдается семьям при рождении третьего либо последующего ребенка. С 2011 года у нас уже по городу Якутску получили сертификат более 11 тысяч семей. И вот региональный материнский капитал, он у нас утвержден указом главы республики в рамках национального проекта «Демография». И выдается семьям при рождении второго ребенка. Вот как раз таки указом главы в 2019 году были утверждены три разных выплаты при рождении первого ребенка, при рождении второго и при рождении третьего и последующих детей. И вот как раз таки при рождении второго ребенка предусмотрен региональный материнский капитал. Он вообще размер, условия, да, зависит от федерального материнского капитала, который выдается через пенсионный фонд. И размер составляет 30% от федерального материнского капитала. То есть если повышается размер в пенсионном фонде материнского капитала, то автоматически этот региональный материнский капитал при рождении второго ребенка увеличивается. И в этом году региональный материнский капитал имеет два размера. 157 тысяч – это для детей, рожденных до 2020 года. И для детей, рожденных после 2020 года размер составляет 207 тысяч. Республиканский материнский капитал «Семья» тоже в этом году индексировался. В прошлом году он составлял 139 тысяч. В этом году составляет 144 тысяч. Хорошо, у нас телефонный звонок. Давайте его примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню из района. И у меня вот очень такой трогательный вопрос. В оптовых базах в данное время цены очень сильно подорожали. И вот когда они вот обратно цены, вот обратно восстановят или нет, и дальше будет продолжаться так. Хорошо. Спасибо вам за вопрос. Хотя он, казалось бы, не касается основной темы нашего разговора, но тем не менее он затрагивает, да? Что мы можем сказать нашему телезрителю и радиослушателю? Можно я, да? Действительно, сейчас данный вопрос очень актуален. Многих жителей, в том числе, вот как вот сейчас нам поступил звонок из районов даже, он очень волнует, поскольку имеет место быть необоснованное завышение цен на продукты. В настоящее время нами проводится совместно с представителями тарифного агентства проверки вот на территории города Якутска, где мы будем давать оценку всем вот этим вот фактам завышения цен. И, соответственно, будут приниматься меры по их снижению. Хорошо, Марта Георгиевна, вот, кстати, дано задание, да, по составлению списков малообеспеченных семей. Ну, вот список именно нуждающихся в государственной поддержке, он уже есть. Каждый округ составляет именно реестр тех семей, которые именно нуждаются в государственной поддержке. Персон, учет, семей называется. Хорошо. Дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор. И следующий вопрос. Мария Вячеславовна, можно, пожалуйста, более подробно рассказать, какие есть льготы в трудовых отношениях для многодетных семей? Основные положения трудовых отношений, в том числе льготы отдельным категориям лиц, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. Так, работающим родителям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшими из детей в возрасте 14 лет. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, коллективным договором также могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы, также в удобное для него время продолжительностью до 14 календарных дней. Кроме того, работников, имеющих трех или более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшими из детей в возрасте 14 лет, можно направить в служебные командировки, привлечь их к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия. При этом работник вправе отказаться от такой работы без каких-либо для него последствий. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы перейдёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня у нас очередной выпуск проекта «Доступное право», который инициирован прокуратурой Республики Саха, Якутия. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня у нас очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право», созданного по инициативе прокуратуры Республики Саха, Якутия. И мы говорим о правах и социальных гарантиях многодетных семей. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните и принимайте участие в нашем разговоре. Ну что же, Мария Вячеславовна, а мне хотелось бы узнать, да, приравниваются ли по статусу, например, мать и отец? Да, конечно, приравниваются. У нас как и отец, так и её мать многодетной семьи имеют равные права, в том числе на все виды льгот и привилегий, да, в сфере трудовых отношений. Также имеется разъяснение Конституционного суда на эту тему. Ну вот, если продолжение привилегий, да, в сфере трудовых отношений для многодетных родителей, также является работодатель не в праве уволить по собственной инициативе родителя, который является единственным кормильцем ребёнка в возрасте до трёх лет в семье, воспитывающей троих и более малолетних детей. Если другой родитель при этом не состоит в трудовых отношениях. Исключением в данном случае являются случаи увольнения в связи с ликвидацией организации работодателя. Также у нас в законном республике Саха-Якутия о дополнительных гарантиях по социальной защите пенсионеров и отдельных категорий лиц, проживающих в республике, устанавливается право на получение социального пособия неработающим женщинам, достигшим возраста 45 лет, имеющим специальный трудовой стаж не менее 15 лет, родившим четвёртого ребёнка до 1 марта 2002 года и воспитавшим его до 8 лет. Данная мера поддержки предоставляется ежемесячно. Также у нас ежемесячно предоставляется такая мера поддержки, как право на получение дополнительных социальных выплат матерям-героиням и женщинам, родившим 5 и более детей. Это основные трудовые. Хорошо. А что у нас есть, например, в сфере налогов? По налоговым льготам они все у нас предусмотрены также налоговым кодексом Российской Федерации. Так, каждый из многодетных родителей вправе использовать стандартный налоговый вычет на детей в зависимости от количества детей, находящихся на обеспечении родителя, в том числе не проживающих в семье. Это, например, детей от предыдущего брака, на которых уплачиваются алименты. Налоговый вычет предоставляется на каждого ребёнка в следующих размерах. По 1400 рублей на первого и второго ребёнка, 3000 рублей на третьего и каждого последующего ребёнка, 12000 рублей предусмотрены на каждого ребёнка в случае, если ребёнок в возрасте до 18 лет является ребёнком-инвалидом или учащимся в очной форме обучения, аспирант, ординатор, интерн, студент в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом первой или второй группы. Её 6000 рублей в данном случае распространяется на опекунов, попечителей, приёмных родителей, супруга и супруга приёмного родителя, на обеспечение, в котором находится ребёнок. Для единственного многодетного родителя величина налогового вычета удваивается. При этом в целях получения вычета единственным родителям признаётся родитель в случае отсутствия второго родителя ребёнка по причине смерти, признание родителей безвестно отсутствующим или объявление умершим. Хорошо, у нас телефонный звонок поступил, давайте его примем. Алло, добрый день. Здравствуйте. Слушаем вас. Я бы хотела узнать насчёт очереди на жильё. Мы вот встали в 2010 году на очередь по Якутску, как они там называются, не помню уже. В Найрамдале они находятся. Мы тогда встали как инвалиды. Потом нас перекинули на общую очередь. Вообще пятитысячные стали. И лет 11 уже стоим. Всё так же очень далеко находимся. Потом тогда же встали на учёт на социальное жильё. А вот по социальным жильёям очень тоже печально. Построили только два дома. Обещают уже который год. И мы как бы всё ещё находимся в очереди. Когда построить, непонятно. Хорошо. Вы просите разъяснить, да? Есть свободные квартиры, но когда они будут заселяться? Когда очередь будет двигаться? Хорошо. Марта Георгиевна, на вопросе прокомментировать. По поводу жилья. Я сначала подумала, что это семья по 5 и более. Потому что у нас по линии соцзащиты принимаются документы от семьи, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, для получения социальных выплат на приобретение и строительство жилья. То есть, ну сразу, если затронула, то скажу, да, что это имеется в виду. Те семьи, которые нуждаются в улучшении жилья, должны встать на учёт в Департаменте жилищных отношений. В том, что они нуждаются в улучшении жилья. И вот на основании вот этого решения, выписка, что они состоят на учёте, если они имеют 5 несовершеннолетних детей, могут подать документы нам для того, чтобы мы направили их документы на республиканский реестр. Есть такой республиканский единый реестр семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. Вот, что касается социального жилья, действительно, жилья не хватает. Социальное жильё, там тоже есть отдельная очередь, но, к сожалению, там квартиры освобождаются только в случае смерти. Смерти вот жителей, да, вот этого жилья. Поэтому очередь двигается, конечно же, медленно. Хорошо. Ну раз мы заговорили о квартирах, да, следующий вопрос я хотела бы задать относительно обязательств по ипотеке, да, кто имеет право на поддержку при погашении обязательств на ипотеку? Право на поддержку при погашении обязательств по ипотеке имеют право мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребёнок или последующие дети, и которые являются заёмщиками либо поручителями по ипотечному жилищному кредиту. При определённых условиях имеют право на однократное получение мер государственной поддержки. Такая поддержка выражается в полном или частичном погашении за счёт бюджетных средств обязательств заёмщика по ипотечному жилищному кредиту в размере не более 450 тысяч рублей. При этом кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года с установленными категориями кредиторов. Поручитель может претендовать на государственную поддержку, если соблюдаются также условия, что договор поручительства был заключен до 30 апреля 2021 года, и такому гражданину принадлежит право собственности или доля в праве общей собственности на недвижимость, которая является обеспечением по соответствующему ипотечному жилищному кредиту. Господдержка оказывается в отношении только одного ипотечного жилищного кредита. Хорошо. Дмитрий Еманович, вы говорили о том, что детям должны быть предоставлены бесплатные лекарства. Но всем ли они действительно предоставляются? Что об этом нам говорит прокуратура? Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями на территории республики предусмотрено и реализуется в рамках постановления правительства республики Саха-Якутия. В соответствии с перечнем, утвержденным данным постановлением, бесплатные лекарственные препараты предоставляются детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет, также предоставляются лекарственные препараты и медицинские изделия детям-инвалидам до 18 лет, а также всем детям в возрасте до 3 лет жизни. И можно я еще по поводу поступившего звонка хотел бы добавить относительно, вот я услышал просто здесь то, что сообщено было, что был на очереди в качестве инвалида состоял на, и по каким-то причинам был перекинут на общую очередь. Дело в том, что есть у нас определенная очередь, в первоочередном порядке предоставляется жилье. Вот если здесь в данном случае были не обоснованы приняты решения о перекидывании на другую общую, я предлагаю обратиться в органы прокуратуры, прокуратуру города Якутска, с соответствующим заявлением. Мы в данном случае проверим и дадим оценку законности такого решения. Марта Георгиевна, мы продолжаем наш разговор о тех выплатах, которые, например, должны получать многодетные семьи. А вот компенсационная выплата на школьную форму, каким образом ее можно получить и на школьную одежду, ежегодная денежная выплата? Ну, вот как Дмитрий Еманович вначале говорил, да, есть выплата, ежегодная называется, да, компенсационная выплата на приобретение школьной спортивной подростковой одежды, который утвержден именно вот законом об охране материнства, отцовства, детства. Данная выплата предусмотрена именно для многодетных семей, у которых доход ниже прожиточного минимума, то есть для малоимущих. У нас обычно очень много вопросов поступает касаемо вот всех многодетных семей, но данная выплата предусмотрена именно малоимущим многодетным семьям. На каждого школьника в семье выплачивается 3884 рубля ежегодно. То есть тут независимо. Некоторые думают, что данную выплату необходимо оформить до 1 сентября, да, к школе. Данную выплату можно оформить в любое время в течение года и получать за год. То есть обязательно заявление поступает в год, допустим, в этом году подаете, в 2022 году, вы получаете за 2022 год. Если пропустите этот срок, к сожалению, эта сумма не восстанавливается. Поэтому если вы многодетная, малоимущая семья и у вас есть школьник, вы должны оформить данную выплату. Выплата оформляется на портале госуслуг. Вот все пособия выплаты, да, наши, можно посмотреть на портале госуслуг, также оформить заявление, отправить. И также прием ведется, конечно же, МФЦ. Вот все документы можно сдать через МФЦ тоже. И такой вопрос поступил. Старший из троих детей в этом году идет первый класс. Мы хотели получить выплаты в школе для многодетных, но отец детей работает на вахте. И взять справку о доходах проблематично. Вот какой совет вы нам можете дать? Если, допустим, вот когда мы считаем среднедушевой доход семьи, мы смотрим вот по этой выплате 12 последних месяцев. То есть, если сейчас, допустим, подают семья на эту выплату, мы смотрим доходы с марта 2021 по февраль 2022. Вот, если, допустим, они не могут взять за прошлый год справку, мы это можем сами запросить. Мы можем сами запросить через налоговую службу. К сожалению, за этот год в налоговой службе еще не отображаются доходы. Поэтому, если за этот год требуются доходы, мы не сможем. Даже если захочем, не сможем увидеть. Поэтому, к сожалению, нужно обязательно предоставить эти доходы. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. В эфире проект «Доступное право». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право», созданного по инициативе прокуратуры Республики Саха Якутии. И сегодня мы говорим о правах и социальных гарантиях многодетных семей. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире, вы можете позвонить нам в студию по телефону 320066 и 321166. Итак, мы продолжаем наш разговор. И мне хотелось бы задать следующий вопрос. Дмитрий Инманович, прокуратурой города признавались ли какие-либо отказы в выплатах незаконными? Действительно, в обращении по фактам отказов в предоставлении определенных выплат для многодетных, в том числе семей, в прокуратуру поступает постоянно. Примерно за 2021 год поступило более 120 обращений. И, конечно, в ходе наших проверок выявляются факты, в том числе и незаконного отказа в предоставлении выплат. Как пример я могу привести рассмотрение одного обращения гражданина, когда была проведена проверка по факту отказов в предоставлении выплаты на приобретение школьной формы. В качестве обоснования данного отказа уполномоченным органам были приведены доводы о том, что заявителям не были предоставлены сведения о совместном проживании детей с родителями, а также сведения о регистрации его по месту проживания. По результатам проверки нами установлено, что данный отказ был незаконный, поскольку заявителям были предоставлены все необходимые документы, в том числе сведения о месте проживания детей и родителей. В следствии чего нами были приняты меры прокурорского реагирования, по результатам которых права многодетной семьи были восстановлены. Ну и большой резонанс в средствах массовой информации получила история с микрорайоном Северный, да, вот там, где проживают люди, без обеспечения инфраструктуры, без света, без газа. Были у вас такие, например, жалобы? Да, мы об этой проблеме знаем. Действительно, к нам поступали обращения, связанные с необеспечением инфраструктуры данных земельных участков, которые были предоставлены многодетным семьям. По результатам наших проверок были приняты ряд мер прокурорского реагирования, в том числе по судебному понуждению органов местного самоправления обеспечить необходимой инфраструктурой данные земельные участки. В настоящее время мы ожидаем результатов рассмотрения данных исков наших и будем добиваться устранения выявленных нами нарушений. Хорошо, у нас вновь телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте, я бы хотела услышать какой-то совет, что ли. Все время я слушаю по телевизору поддержку многодетным семьям, а вот для семей с двумя детьми я никогда не слушаю. А почему так? Хорошо, наверное, Марту Георгиевну попросим прокомментировать, да? Ну, такие вопросы, да, поступают. Вот я, как говорила, да, по национальному проекту «Демография», указом главы были утверждены три выплаты. Вот как раз такие, вот эти выплаты, они затрагивают всех рожденных детей. Там при рождении первого ребенка единовременная выплата, при рождении второго региональный материнский капитал, и при рождении третьего ребенка ежемесячные выплаты. Вот эти вот как раз-таки, когда по очередности детей идут выплаты, да, а есть все-таки те выплаты, которые даются всем детям. Это, допустим, у нас вот самый такой масштабный, да, пособие такое масштабное, это от трех до семи лет ежемесячное пособие. Допустим, вот это пособие положено всем семьям, у которых есть дети от трех до семи лет для малоимущих семей. А также пособие по уходу до полутора лет тоже имеют право все мамочки, ну, папы, которые сидят по уходу. То есть, в принципе, если смотреть, то выплаты, ну, есть для всех категорий детей. Хорошо, еще у нас один телефонный звонок, давайте тоже его примем. Алло, добрый день. Здравствуйте. Да, слушаем вас. А я бы хотел спросить, вот, насчет предоставления, это, земельных участков многодетных. Состоим с девятого года, дети выросли. Вот прокуратура, честь, должна же это делать, это, исполнение закона. Сколько годов-то ждать-то? Хорошо, Мария Вячеславовна, наверное, вот по вашей части, да, как раз вопрос. Пожалуйста. В настоящее время, то есть, ну, даже на начало 2022 года, количество многодетных семей, состоящих в очереди за реализацией права на предоставление земельного участка на территории городов Якутска и Житая, составляет более 7 тысяч. В целях реализации данных прав многодетных семей в настоящее время окружной администрации города Якутска и Житая запланировано выделить более 2 тысяч земельных участков на территориях Намцирского, Вилюйского, Маганского трактов и Тулагина-Сырдах. Данный вопрос у нас, конечно же, стоит на особом контроле, и мы вот так же с участием у Росимущества, то есть на уровне уже республики, разрешаем данные вопросы. Поэтому, то есть, ну, данный вопрос у нас стоит на контроле, мы его никак не выпускаем. Хорошо, еще телефонный звонок у нас есть, давайте тоже его примем. Алло, добрый день. Добрый. Да, говорите, пожалуйста. Это Вася Солдавская района, пенсионер, село Майгаз. Выслал выступление... Алло, добрый день. Алло. Слушаем вас, говорите. Это Вася Солдавская района, где Владимир Владимирович Путин по телевизору говорил, что освобождает пенсионеров свыше 70 лет и выше от оплаты коммунальных услуг. Это правда или... Ну, это по телевизору было показано. Хорошо, но этот вопрос, конечно, не касается темы нашего разговора. Ну, кто-нибудь прокомментирует? Я думаю, что в следующих, наверное, наших передачах мы непременно поднимем этот вопрос. А сейчас я хотела бы следующий вопрос задать. Возможно ли получить земельный участок вне очереди? Вот есть такая возможность или нет? Вне очереди, как такого понятия по получению земельного участка не имеется. Однако гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, земельные участки предоставляются в первоочередном порядке. Также предусмотрено право самостоятельного выбора земельного участка без учета существующей очередности в случае его нахождения на территории, пригодной к ее предоставлению. За таким правом, самостоятельным выбором, граждане могут обратиться уже в муниципальное образование. А вот обязательно ли прописка на территории города для того, чтобы получить земельный участок? Тоже очень частый вопрос. Общий порядок постановки на очередь, порядок предоставления земельных участков, утвержденный муниципальными образованиями, с которыми можно ознакомиться и на официальных сайтах органов местного самоправления или же обратиться к ним напрямую. Также имеется общий порядок, который определен земельным кодексом Республики Саха-Якутия. Наличие регистрации не обязательно. Возможно предоставить уполномоченным органам справку с дошкольной или школьной организацией общеобразовательной, заверенную копию трудовой книжки или документы на объекты недвижимости, которые умеются у граждан, подтверждение факта пятилетнего непрерывного проживания на территории муниципального образования. В данном случае органы рассмотрят обращение и примут уже соответствующее решение. Марта Георгиевна, вот я хотела услышать следующую информацию, которая касается удостоверения многодетной семьи. Теперь оно выдается и на отца, и каким образом можно получить новое удостоверение? Да, действительно, в конце 2020 года утвержден новый бланк удостоверения. Раньше мы удостоверение выдавали только матери, потом граждане также обращались, почему выдается только матери. Учитывая обращение граждан, можно сказать, в конце 2020 года утвержден новый бланк, где действительно уже приклеиваются, указываются два родителя, то есть фотографии обоих родителей. И поэтому люди, когда получали только удостоверение на маму, они в прошлом году начали уже обращаться по поводу получения нового образца удостоверения. Удостоверение нового образца можно оформить также на портале госуслуг, либо через МФЦ. На портале госуслуг прикрепляете необходимые документы. Мы вас пригласим в определенное время для получения удостоверения. Вы приходите сразу с двумя фотографиями обоих родителей. Мы на месте сразу приклеиваем фотографии и сразу отдаем удостоверение на руки. Ну и в завершении нашего разговора, Дмитрий Иванович, что вы можете посоветовать нашим многодетным семьям, как защищать свои права и куда обращаться? Ну, хотел бы пожелать всем ознакомиться с тем перечнем мер социальной поддержки для многодетных семей, которые имеются и вообще действуют на территории республики. Этот перечень размещен на официальном сайте Министерства труда и социального развития республики Саха и Якутия. Также ознакомиться с условиями и порядком предоставления данных мер. Но в случае отказов, если считается, что эти отказы были необоснованными незаконными, обжаловать эти действия и решения в том числе в органы и прокуратуры и в судебном порядке. И каким образом будет правильно написать заявление? Есть образец на сайте? Образец в произвольной форме на имя прокурора города Якутска, либо подойти непосредственно на личный прием в прокуратуру города. Хорошо. Я благодарю своих собеседников за очень интересный содержатель и актуальный для всех нас разговор. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». В ее рамках проект «Доступное право, инициированный прокуратурой республики Саха Якутия». Итак, дорогие друзья, всего вам самого доброго. До свидания.